Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вашему вниманию необычный стример. Такие я вам уже демонстрировал стримера. Принцип основан на изготовлении тела с огрузкой из эпоксидной смолы. Нам не... вот они бывают такой формы, вот такой формы, но все они огружены или свинцом, или же вольфрамом. С вами мы будем изготавливать сейчас вот такой щучий стример. Вот щучий стример. Принцип точно такой же при изготовлении тела, только есть. Покажу сверху, сбоку, спереди, чтобы было видно. Принцип основан на том, что тело мы изготавливаем из эпоксидной смолы двухкомпонентной. И потом я покрываю специальным лаком автомобильным, тоже двухкомпонентным, для того, чтобы крепость и прозрачность нашей мушки при работе в воде не портилась. Вот так она выглядит. Давайте приступим к вязанию. Крючок я взял фирмы Strike 1.0. Нитка 4.0.6.0, но крепкая. Обматываем цевею от колечка. Не доходим до загиба, крепим кусочки свинца. Вот такие, как я откусываю кусочки свинца. Подбираем нам по длине и крепим снизу. Вот так закрепили свинец по середочке цевья. Промазываем клеем и проматываем ниткой. Теперь в качестве каркаса я подготовил леску. Леска где-то примерно 0.12-0.14. Большого значения не имеет. Имеет значение только лишь то, что она должна быть не сильно толстой и в то же время иметь достаточную упругость. Крепим нашу леску. Следим за тем, чтобы она была в вертикальной плоскости. Подняли вверх, промотали спереди, промотали сзади, для того, чтобы наша леска стала вертикальной. Вот так, как у меня. Как видно. Вот так, есть. И вернули ее обратно, чтобы у нас получился небольшой вот такой изгиб. Подбираем длину, которая у нас будет составлять нашего верхней части тела. Приблизительно возвращаем нашу нить. Можно примотать в другую нить, не страшно, но мы вернемся. Посмотрели, выбрали длину верхнего сегмента. в одной точке закрепили. Подровняли, чтобы была четко она у нас по вертикали. И можем вот так немножечко подтянуть. Подтянули. Еще можем. Чем у нас здесь будет больше расстояние, тем лучше будет меньше холостых поклевок. Вот так оставляем. Промотали в этом месте, остатки лишние отрезали. Теперь берем, крепим другую нить. Теперь берем нашу леску и в этой одной точке, в одной точке прихватываем восьмерочкой. Вот у нас получилась вот такая конструкция. Подмотали. Теперь, так как мы оставили нить у загиба, мы с вами берем один и второй кусочек лески и формируем теперь в этой плоскости изгиб. Для того, чтобы вам было удобно, я обычно всегда вот так подтянул, сколько мне нужно. И делаю пару-тройку оборотов, не затягивая. Сделали. Теперь берем и начинаем формировать, вытягивая наше тело, сколько нам нужно будет. Посмотрели слева-справа. Вот приблизительно вот так у нас вышли по бокам наша леска. Промажем клеем на месте крепления лески. и остатки удалим. я откусываю, потому что при откусывании у нас меньше подвергается движению наша леска, и за счет этого хорошо держится. Вот оставили в таком положении. Берем опять нашу леску и теперь уже нижнюю часть формируем от колечка. От колечка. Стараемся не задеть нашу леску, которая у нас уже закреплена, чтобы не нарушить ее конструкцию. закрепили. Подводим теперь к основанию. Подровняли. Если с первого раза не получилось, пробуйте два-три, сколько вам необходимо будет. Вот так как у меня вышло, что большой изгиб, я беру просто потом еще вот так проматываю перед ней, и она у меня изгиб меняет леска. Если необходимо, подровняли, промазали клеем и делаем завершающий узел. Остатки спереди обрезали. Вот такой конструкции вышла форма наша будущая мушка стример. Для дальнейшего вязания, пока клей у нас подсыхает, мы берем вот такой люрекс. Я его изготавливаю сам, он достаточно жесткий и хорошо поддерживает крыло. Так как это будет рассчитан стример для ловли щуки, мы с вами и судака мы с вами не жалеем блестящих элементов и крепим в месте крепления нашей лески. следим за тем, чтобы не увести виточком нечаянно нитки положение лески. Слева-справа. вот так добавили. Для еще больше привлекательности я добавлю немножечко голографического люрекса плоского. с одной и с другой стороны. добавили, лишнее отрезали и можем приступать к изготовлению нашего хвостика. вот у нас немножко в беспорядке лежит люрекс. Но в воде он встанет на свое место и будет смотреться довольно-таки хорошо. Для дальнейшего вязания мушки я подготовил два перышка гризли зеленого цвета. Но крепить я их буду вогнутой стороной первые перья друг к другу для того, чтобы создать длинный хвост у нашего стримера. Вот так я их сложил навстречу. Померили сколько хвостик у нас должен быть хотя бы две длины. И креплю на месте люрекса. В одной точке стараемся крепить весь материал. Закрепили. развели наши перышки и поставили их на то место, где они будут находиться. Вот как вы видите, они у нас нормально находятся в одном положении. Нас устраивает. Лишнее можем отрезать. промажем клеем. и берем другое перышко. я беру перо оранжевого цвета, вот такое флуоресцентное, но уже его буду крепить так, чтобы оно у меня было вот в таком положении. Выбираю длину, выравниваю, удаляю остатки сразу. Прихватываем, поправили. остатки отрезали. Следим за тем, чтобы не нарушить положение нашей лески. Аккуратно, главное, чтобы не подрезать что-то лишнее. Вот оставляем в таком положении. И здесь в одной точке еще раз прихватываем. Прихватили. Я беру еще два пера шартрес. Вот такие, тоже флуоресцентные. Подравниваю их края. Выравниваю. Убираю сразу остаток. и подготавливаю одну ось для крепления, чтобы она у меня была открытая. Ставлю их на место. И также в одной точке прихватываю эти два перышка. прихватили. Вот они у нас вместе с оранжевыми уже находятся на своей позиции. Еще прихватили. Вот так. Есть. И в завершении я беру два перышка для стримеров гризли и укладываю точно так же подравниваю кончики их по краям. Креплю одно перышко и второе. Если длина его так как вот у меня вышла недостаточно длинная, это не страшно. Потому что в процессе рыбалки в воде не будет заметна большая разница. Главное чтобы был у нас очень привлекательный хвостик. Вот так. Остатки удаляем. Подравняли. Если вдруг у вас получилось так как у меня ось осталась на цевье и подрезать неудобно не трогайте ее она будет закрыта эпоксидным клеем. Подравняли наши перышки еще посмотрели все нас устраивает. Теперь мы берем еще голографический люрекс и по парочке прядей добавляем по краям. вот так. теперь немножечко добавляем клея для того чтобы не менять нитку нитку беру спиртовой фломастер и подкрашиваю нашу нить. Будем делать в этой точке завершающий узел. Подкрасили и делаем завершающий узел. узел. подкрасили 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 Продолжение следует... Вот у нас вышла готовая конструкция, вот такая, нашего стримера. Подровняем перышки и будем приступать к следующему этапу, это изготовление тела. Я здесь сделаю небольшую паузу, подготовлю эпоксидный клей. Вот мы подготовили наше тело, подготовили, я использую вот такой эпоксидный клей пятиминутка. Можно любой другой, это не реклама, просто в наличии у меня только такой. Добавляем необходимое количество смолы и берем вот такие я беру блестки для придания привлекательности телу. Подготовили нашу массу, вот она приблизительно выглядит вот так. Я уже изготавливал такого типа стримеры, показывал в интернете, поэтому в этом я не буду тратить время. Приступаем к изготовлению нашего тела. Следим за тем, чтобы наши элементы находились в нужном положении, иначе тело выйдет некрасивое. Подмазываем к хвостику, самое первое. Не забываем за тем, чтобы наполнение тела было равномерным, чтобы не было пустот. Хотя эпоксидка наша имеет достаточную плавучесть, она сама в процессе, как я вот прокручиваю, она сама заберет все пустые места себе. Процесс понятен, я включу вам тогда, когда будет тело уже более-менее готово к работе. Вот наша эпоксидка прихватилась, полимеризовалась не до конца, я приклеил глазки, и вышла вот такая у нас форма. Остается только лишь немножко ее подкрасить на усмотрение, и она готова у нас уже к работе. Спасибо за внимание, до скорых встреч!